Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». В этот день мы рассказываем об основных событиях, произошедших в 20 веке. Меня зовут Александр Шубин. Тема сегодняшней программы – приход к власти в Италии фашистов. После Первой мировой войны Италия находилась в очень тяжелом положении. С одной стороны, страна вроде была в лагере победителей. С другой стороны, война разорила ее. Положение рабочих было очень тяжелым, потому что промышленность все никак не могла выйти из кризиса. Крестьяне бедствовали, им не хватало земли, социальные столкновения, политическая нестабильность. И в этих условиях на арену властно вышла новая сила. Фашистская партия, созданная в 1919 году Бенито Муссолини. Муссолини был уже человеком достаточно известным. В свое время он был редактором социалистической газеты «Авантия». Но с началом Первой мировой войны Муссолини отошел от своих прежних социалистических принципов. Он перестал служить рабочему классу, он стал служить нациям. Социалисты увидели угрозу и начались столкновения между фашистами, сторонниками Муссолини и, с другой стороны, коммунистическими и социалистическими отрядами народных смельчаков. Но Муссолини везде создавал вот эти свои фаши-союзы, отчего и произошло название его партии. Он создавал и новые профсоюзы, пытаясь укрепиться и в рабочем движении. И в конце концов он нашел путь к сердцу короля Виктора Эммануила, объясняя ему, что только фашисты смогут покончить с этим социальным кризисом, просто силой подавив всех остальных. Виктор Эммануил понимал, зачем ему нужен Муссолини. И в итоге он не стал провоцировать гражданскую войну, а просто назначил Муссолини премьер-министром. Казалось, что пока ничего страшного не происходит. Муссолини вошел в правительство в коалиции с другими националистическими партиями, и они принялись подавлять левых и проводить самые что ни на есть капиталистические реформы. В 1924 году он добился законодательной реформы, по которой та партия, которая получает несколько больше голосов, в парламенте получает наибольшее количество голосов депутатов. Тогда стали, естественно, протестовать все остальные. Почему это часть избирателей окажется избирателями первого сорта, а это, конечно, оказались избиратели-фашисты, а часть либералов, социалистов второго сорта, они получат меньше депутатских мандатов. Но фашисты продолжали провоцировать конфликт за конфликтом. Прежде всего, они решились на политическое убийство. Был похищен и затем убит депутат Матиотти, который обличал Муссолини. И затем, когда тело его было обнаружено, стало ясно, что это просто убийство, организованное фашистами, депутаты-антифашисты ушли из парламента. Они создали авентинский блок, как бы они ушли. Они ушли, но диктатору было все равно. Диктатору даже понравилось. Диктатор выступил в этом полупарламенте, который остался после ухода остальных депутатов, и заявил, что все противоречия отныне будут решаться не парламентом, они будут решаться силой. Он реформировал всю политическую систему, он арестовал оппозицию, загнав за решетку и либералов, и социалистов, и коммунистов, и начал переустраивать Италию по-своему. Теперь рядом с премьер-министром, то есть государственной структурой, была создана партийная структура во главе с Большим фашистским советом, который принимал все основные решения, а парламент их только утверждал, потому что большинство там все равно составляли члены фашистской партии. И этот Большой фашистский совет развернул целую систему управления Италией через фашистские структуры, партийные структуры. Теперь каждый государственный чиновник должен был стать фашистом и подчиняться лично вождю Дуччо, как переводилось это слово в Италии, Бенито Муссолини. Все рабочие должны были уйти из профсоюзов, обычные профсоюзы просто распускались, и вступить в корпорации по отраслям вместе со своими предпринимателями. То есть предприниматели управляли рабочими через эту корпоративную фашистскую структуру. Конечно, рабочие были недовольны, но фашистская партия кое-что предложила и для них. Не только для элиты, которая будет управлять промышленностью, но и для простого человека. В частности, фашистская партия занялась отдыхом рабочего класса. Были созданы организации, которые занимались экскурсиями, занимались просвещением, но, конечно, исключительно в таком фашистском стиле. Партия вмешивалась в быт людей, и в конце концов Муссолини провозгласил, что он создает тоталитарное государство. Была еще одна сила, которая сохранила влияние в Италии наряду с королем и Муссолинием. Это католическая церковь. Муссолини решил прекратить длительную борьбу государства против церкви, и в 1929 году были заключены латеранские соглашения, по которым римский папа получил свой собственный кусочек, свое суверенное государство в Риме, государство Ватикан, которое существует до сих пор. На этих условиях папа согласился поддерживать новый режим, и это было очень важно для Муссолини для сплочения итальянской нации. Муссолини стал готовиться к внешней экспансии, к захвату новых колоний, которые Италия не получила по Версальскому договору. Смотрите нашу программу «Семь дней истории». Сегодня мы рассказывали об основных событиях, произошедших в 20 веке. Завтрашний день посвящен религии и мировой художественной культуре. До свидания. Продолжение следует...